Подарил зрителям свои лучшие концертные номера. Ансамбль песней и пляски пограничного управления ФСБ России по Калининградской области «Пограничник Балтики» подготовил для литчан насыщенную развлекательную программу. В течение нескольких часов со сцены Дворца культуры звучали патриотические военные песни, которые невозможно было слушать без слез. Музыкальные композиции дополнялись хореографическими постановками артистов. Ансамбль «Пограничник Балтики» приехал в Лиду впервые и постарался удивить публику. Целый год проходила подготовка к данному мероприятию. Мы сразу знали, что концертная программа будет приурочена к 80-й годовщине со дня освобождения Республики Беларусь от фашистской оккупации. Соответственно, постарались подготовить интересную программу именно на данную тематику, но не только, которая будет включать лучшие песни времен войны, включили современные композиции на данную тематику, но и подготовили ряд интересных эстрадных номеров, которые тоже прозвучают в данной программе. Естественно, песни о нас, о пограничниках Республики Беларусь. Это братская республика для нас, поэтому, соответственно, и подготовили такую концертную программу, которая, как нам кажется, будет близка слушателю здесь. Ансамбль песни и пляски «Пограничник Балтики» в этом году отметил свой юбилей. Ему исполнилось 30 лет. Ансамбль по праву можно назвать музыкальным брендом Калининградской области. Ежегодно он дает более 150 концертов в своем регионе, выезжает на гастроли и в другие города. Репертуар у коллектива разнообразный. В основном это песни военных лет, песни о пограничниках, казачьи произведения и мировые хиты. Все это завоевало признание у зрителей. Ансамбль песни и пляски состоит не только из вокальной группы и небольшого оркестра, но и артистов балета. Хореографические постановки помогают передать глубину и душевность при исполнении лирических песен и в буквальном смысле завораживают публику. Артисты ансамбля песни и пляски всегда с удовольствием приезжают в Беларусь. Сейчас в рамках трехдневного тура по нашей стране они побывали не только на Личине, но и в Минске, Гродно и Сморгонии. Коллектив признается, что такие поездки помогают сохранить общее духовное наследие Беларуси и России и укрепить дружеские связи между ними. В нашем репертуаре есть песни о Беларуси и России, потому что Беларусь и Россия – это две сестры, две красавицы, две друженицы. И каждый концерт оставляет в душе столько тепла, потому что зритель очень благодарный, очень щедрый. Глаза светятся и аплодисменты не утихают. Сам белорусский народ также певуч, как и российский. И вот эти наши встречи, они носят такой теплый, дружеский характер. Мы уже не первый раз посещаем нашу братскую страну, и нам очень приятно, что в столь знаменательное для нас время мы в этом году отметили 30-летний юбилей, наш праздник, и у нас выдалась такая возможность. Огромное спасибо организаторам, которые помогли и устроили данную поездку. И мы очень рады дарить свое творчество, дарить свои песни и чтить традиции, память о столь важных датах, чтобы история, которая есть и которая была, она никогда в жизни не переписывалась. Юбилейная программа ансамбля песни и пляски «Пограничник Балтики» стала настоящим подарком для лидских зрителей. На протяжении всего концерта они аплодировали артистам в унисон и кричали «Браво!».